Друзья, мы надеемся, вы уже готовы к зарядке. Дело в том, что два месяца назад в Orange Fitness стартовал крутой проект, который называется «Лучшая версия себя». Участники сегодня у нас в студии, друзья, Роман Баскаков, участник проекта «Лучшая версия себя», Анна Джура, участник проекта и Роман Лисовой, фитнес-директор Orange Fitness. Доброе утро, ребята! Ну, сначала рассказывайте, как проходит проект. Наверное, Роман, вот сейчас к вам первые вопросы. Как участники? Получается что-то? У участников получается, хотя путь достаточно серьезный, сложный, достаточно интересный. При этом на данный момент есть уже первый результат, вернее, не первый, а второй результат, так как прошло два месяца, мы сделали повторное измерение. Соответственно, вот, например, у Анны результат минус 8 килограмм на данный момент, и минус 8 сантиметров в объеме бедер и минус 6 сантиметров в талии. Да, это правда. Ну, как это? И это еще не конец. Что делают ребята? То есть это тренировки? Это волшебство. Ну, нет, нет, я не люблю, когда так вы все рассказываете. Как что, в бедрах? Это тренировки, это восстановление, это питание, это постоянная работа в команде, это поддержка. Какие-то еще процедуры проходят? Психолог, сейчас будет массаж включен, ну, а в конце нас ждет вообще увлекательное мероприятие, связанное с имиджмейкерами, стилистами, которые будут менять образ. Ух ты, то есть вообще полное переформатирование происходит? Полное преображение. Лучшая версия себя, ты же слышала, что ты говорил? Да, у меня 8 сантиметров в бедрах, не уходят из головы, из бедер тоже. По вашему мнению, что проект дал участникам уже? Ну, в первую очередь, это вера в себя, в свои силы, в то, что действительно могут добиться таких результатов. Вот опять в пример приведу Анну, я знаю, что своими самостоятельными попытками Анна приходила к определенному весу. Можно озвучить? Да. 96 килограмм, сейчас уже 95, и проект еще продолжается, поэтому рекорды впереди, на самом деле. Вот, соответственно, здесь важный момент заключается в том, что постоянно поддерживают тренеры, толкают вперед, тянут за собой и ведут к более серьезным изменениям. Ребята, ну вот, что касается вас, я так понимаю, проект оправдывает ожидания, даже с лихвой. Не просто оправдывает, а с лихвой просто вот уносит в такую пучину, круговой ворот, просто действия, каждый день тренировки. Мы под каким-то чутким наблюдением супертренеров, суперспециалистов, мы приезжаем в клуб уже как домой, потому что два месяца уже пролетело, еще месяц остался. И прям вот не хочется, чтобы сказка заканчивалась, но результаты все равно уже превзошли ожидания. И страшно подумать, что будет еще в конце данного вообще мероприятия, соответственно, ну, мы ждем, надеемся, верим. Вот с этим и связан мой вопрос, что будете делать по завершению проекта? Продолжать, мы не должны останавливаться, соответственно, нам дали направление, большой такой пинок, и в путь. Что было самое запоминающееся в проекте за прошедшие два месяца? Может быть, что-то самое сложное? Ну, я думаю, что вообще, в принципе, попасть в проект, это было самое запоминающееся, в принципе, вообще есть. А вот по истечению двух месяцев я залез в свой горнолыжный комбинезон и понимал, что мне его менять. Что еще один такой же чай поместится. Да, возможно, возможно, не один. Ну, мы знаем, что вы не только сами становитесь лучше, вы сегодня пришли показать нам упражнения утренние, чтобы зарядить бодростью, вообще, с хорошим настроением и вот этим позитивом и нас, и наших телезрителей. Это правда? Легко, конечно. Готовы? Тогда отправляемся в нашу зону тренировок. А наши зрители, я надеюсь, нас поддержат, даже те, у кого нет спортивных штанов, как у меня, друзья, поближе к экранам. Да, сейчас будем делать упражнение. Зарядка. Так. Любая зарядка и любое начало тренировки всегда начинаются с разминки. И в этом случае я предлагаю провести небольшую суставную разминку. Начнем мы с движения в плечевых суставах. Угу. Два вперед, два назад. Добавим движения руками. Вперед, увеличим амплитуду. Нина, бедра уменьшаются, нет? И два назад. У тебя, да, у меня. Затем немножечко потянемся правую руку вверх и в левую сторону делаем наклон, не отрывая стопы, в том числе и правой ноги. Тянемся правой рукой максимально в левую сторону. Возвращаемся. И такое же движение вправо. Затем, так, обычное упражнение, классическое, мы сделаем приседание. Приседание, главное правило в том, чтобы во время приседания вся стопа прикасалась к полу всегда, не отрывались ни пятки, ни носки. И поехали. Ага. Не, ну если прям вся стопа, это плоскостопие. Нет, так правильно. Далее, немножко усложним, сделаем шаг в сторону, шаг, приседание. Шаг вправо, приставили ногу, приседание. И еще раз. Слушайте, как слаженно у нас получается. Теперь усложним еще немного, чтобы утро было бодрым. И после приседаний добавим прыжок с поворотом на 45 градусов. И вернемся. И что-то не так делаю, по-моему, присели, подпрыгнули. Да, только поворот на 45. 45. Даже не на 45, на 90 прошло. А, на 90? Да, вот что было не так. Отлично. Далее. Так, сделаем простое упражнение. Выпады. На одной ноге. Ага. А теперь усложним, сделаем шаг-выпад вперед и другой ногой шаг-выпад вперед. Теперь выпады с шагом, но также с поворотом на 45 градусов. 45. Так, Игорь. Это все одной ногой, да? Да. Теперь левой ногой делаем прямо. 45. 45. И 90. Отлично. Теперь замечательное утреннее упражнение гусеница. О, гусеница, моя любимая. Гусеница. Выглядит это следующим образом. Мы опускаемся руками, делаем отжимания и поднимаемся обратно. Гусеница не отжимаем. Так, ну тут по очереди придется. Поехали. Так как, поехали. А, ты без коврика? И Роман без коврика. Хорошо. А мы с Аней на коврику. Ух ты ж, королевая гусеница. Получается? Все, моя превратилась в бабушку. Еще разочек. Роман, расскажите, по сколько раз нужно сделать такие упражнения, по сколько подходов с утра, чтобы взбодриться? Ну, главное, в разминке применить все суставные упражнения и размять основные большие суставы, плечевой, локтевой. Это была разминка? Это была разминка? Нет, начало, и колено. А в упражнениях, когда мы начали уже делать приседания, приседания я бы рекомендовал 12-15 раз. И сколько подходов? Три. Давайте вспомним, мы сделали... Не нахитрить, чтобы не отжиматься просто. Я понял, да. Заговорил. У нас еще одно упражнение. Нет, достаточно? Достаточно. Давайте вспомним, мы делали приседания. Да. Делали выпады на каждую ногу. Да. И делали замечательную гусеницу. Предлагаю еще раз в финале сделать гусеницу. Друзья, если вдруг что-то пропустили, заходите на сайт kuban24.tv, там все найдете.